В эфире итоговая информационная программа «Неделя города». В этом выпуске мы познакомим вас с событиями этой недели. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Кадры решают все. В региональном правительстве крупные перестановки. Гарантия не по нормам. Общероссийский народный фронт проверил рязанские дороги. Легко ли стать банкротом. С 1 октября вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Построить дом на свалке или как выполняются федеральные законы. День народного единства 4 ноября в Рязани отметили по-новому без привычных шествий с флагами и лозунгами. Выходной день многие рязанцы провели на почтовой улице. Побывала на празднике и наша съемочная группа. Празднование Дня народного единства прошло на ура. Это отметили и сами рязанцы, и глава региона. Он также посетил улицу почтовую во время гуляний. Олег Ковалев посетил ряд площадок праздника, пообщался с жителями города. Детям с ограниченными возможностями здоровья, участникам открытого чемпионата «Я рисую мир», губернатор подарил сладкие сувениры. На тематической выставке «Книг по истории России и народов мира» глава региона ознакомился с представленными изданиями и побеседовал с библиотечными работниками. Он подарил детской библиотеке том Сергея Есенина и новую версию путеводителя по области. На баннере, где каждый желающий мог оставить свое праздничное поздравление, Олег Ковалев написал «Всем рязанцам счастье». Затем сфотографировался с макетом президента. А на площадке «Рязанское воинство» сквозь века, одного из исторических клубов области, губернатор под руководством мастеров отчеканил памятную монету. В общем, повеселился вместе с горожанами. Мне вообще в последнее время нравится то, что происходит на почтовой. Я должен сказать в адрес администрации города, в адрес городского совета или городской думы, как сейчас мы говорим, что они приняли решение такое, что в течение всего такого периода весеннего, летнего, осеннего здесь сопровождается народными гуляниями, праздниками и так далее, где люди могут прийти просто отдохнуть. Потому что неделя может быть разная у всех, но, как правило, это напряженка, это проблемы, это какие-то неприятности возникает. И когда люди имеют возможность прийти сюда, здесь, получить удовольствие от чего-то, что им может быть предложено, это очень хорошо, потому что это повышает, улучшает социальное самочувствие граждан. Это очень полезно. Для тех, кто внимательно следит за состоянием своего здоровья, Рязанским медицинским госуниверситетом на почтовой была развернута палатка здоровья, где каждый желающий мог измерить свое артериальное давление. Среди других площадок это выделялось ярко красными шарами и сердечками, и большой очередью из желающих измерить давление. Интерны кафедры госпитальной терапии РязГМУ знакомили рязанцев с информацией о здоровье, которую должен знать каждый. Посетители площадки не только измерили давление, но и получили рекомендации, необходимые для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также информацию о лечебной работе вуза. Всего за время работы площадки РязГМУ было осмотрено более ста человек. Вы регулярно меряете давление? Нет, не регулярно, но хочется знать. У меня давление всегда было в ноги, а вот скорая у меня убежала в лоротделение. Теперь вы следите за своим давлением? Сберели следить. 40% россиян имеют повышенные цифры артериального давления. И большинство из россиян не знает вообще, какое у них артериальное давление. Поэтому вот эти мероприятия, мы надеемся, позволят впервые выявить артериальную гипертензию. И мы всем, у кого повышено давление, даем рекомендации, как себя вести по немедикаментозной терапии. И главное, мы предлагаем прийти к врачу на обследование, чтобы уточнить причину повышения артериального давления. За этот год Почтовый стал уже привычным местом для таких вот шумных праздников и всевозможных акций. В этот раз для рязанцев было организовано 12 интерактивных площадок. Гостей ждали массовая зарядка, спортивные соревнования, конкурсы, флешмобы, концерты и многое другое. Стоит отметить, что этот праздник организовали сами горожане, то есть наиболее активные из них. Поэтому и получилось все так весело и душевно. Поздравляем всех рязанцев с праздником, чем им хочется и побольше, главное, всем. Поздравляем всех с праздником. Единение согласия, удачи, единение народа и будущим свершением. Поздравляем всех рязанцев с праздником большим. Очень рады. Хорошая погода, хороший праздник, хорошо организовано. Все веселые, счастливые. Ну что еще пожелать? Всем счастья, здоровья, всего, чтобы было хорошо. С праздником, дорогие рязанцы! Всего вам самого хорошего и самого лучшего! Я вас люблю! С праздником! Гарантийные дороги нашего города не соответствуют нормам. К такому выводу пришли представители Общероссийского народного фронта, которые занимаются контролем качества дорожного покрытия в регионах России. Ранее фронтовики уже проверили дороги в северо-западном, уральском, сибирском, дальневосточном федеральных округах. Побывали они и в ряде регионов ЦФО. В понедельник активисты ОНФ провели рейд по дорогам Рязани. Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта с проверкой посетила 2 ноября Рязань. Это 55-й регион, где побывали активисты. В минувшие выходные рейд прошел в Тамбове и Касимове. По плану нужно обследовать 60 тысяч километров. Предмет в руке у меня называется колобашечка. Это максимально простой предмет, но в то же время это инструмент, который сделан строго по ГОСТу. А сделана она из дерева и максимально простая. Мы таким образом хотим показать, что любой неравнодушный житель города, которому небезразличное состояние дорог, может выпилить вот такую штуку и перемерить все ямы в городе. В яме на улице Островского, на которой приехали по просьбе местных жителей, деревянный эталон утонул. Вот есть яма, есть колобашка. Положили. Видно, что она провалилась. Нужно сделать фотографию с колобашкой, с ямой, с номером дома и отправить на сайт ГИБДД, чтобы эта яма была заделана. Здесь же измеряем высоту, на которой выступают люки над асфальтовым покрытием. И снова нарушение нормативов. Активисты отметили, что в городе существуют большие проблемы с состоянием дорожного покрытия. Ямы, высокая колейность, отсутствие разметки. Мы оцениваем состояние дорог, которые были отремонтированы в ближайшие 3-4 года, чтобы определить, в каком они находятся состоянии, насколько качественны работают подрядчики и как органы власти с ними взаимодействуют, заставляют ли переделывать брак, который они допустили. Активисты проверяют соответствие покрытия дорог ГОСТом и стандартам, фиксируют полученные результаты на видео, а также отдельное внимание уделяют инфраструктуре. В частности, территориям у больниц и школ. Пандус у детской поликлиники в самом центре города проверку не прошел. Здесь уже проблемы с парковкой, нет места для парковки инвалидов. И вот есть пандус. Мобильная группа – это не только инвалиды, но это и мама с колясками, и старички. Сейчас мы замерим крутизну пандуса. Дело в том, что пандус должен быть максимальный уклон 1 к 10. На метр превышения от уровня земли должен быть 10 метров пандуса в длину. Замечания народной инспекции оформят в отчет, который должен лечь на стол местных властей. Если отчет проигнорируют, пойдут к прокурору. 5 ноября губернатор Рязанской области Олег Ковалев собрал пресс-конференцию с целью прокомментировать кадровые изменения в региональном правительстве. И буквально через час эти изменения были согласованы Рязанской областной думой. Оксана Тебенихина подробнее. Глава региона на заседании Рязанской областной думы представил на согласование депутатам кандидатуры Сергея Самохина и Шауката Ахметова на должности первых заместителей председателя правительства Рязанской области, а Алексея Тюменева на должность зампреда правительства. Самый Сергей Алексеевич будет представлен как чистый зампред. Он освобождается от управления аппаратом правительства. И в его видение поступает макроэкономический блок. И в его видении остается Минприроды, Минлес и Минпром. Поскольку у него есть определенные позиции, в том числе на федеральном уровне по этим ведомствам. У него установлены контакты с федеральными министерствами. Он провел большую работу, связанную с поддержкой наших градообразующих предприятий. Когда мы входили в кризисное время, Ахметов Шаукат Булхатович сосредоточится, будет представлен на должность первого заместителя, тоже председателя правительства. Самый Сергей Алексеевич останется первым заместителем председателя правительства. Без приставки руководителя аппарата. Ахметов будет мною предложен на должность первого заместителя председателя правительства. В связи с увеличением объема работы. То есть в его подчинении, кроме тех министерств, в его координацию, кроме тех министерств, которые уже были, это, напомню, Минстрой, Минтэк, ЖКХ, Трансмин, Автодор, это уже там, понимаете, о чем речь идет, плюс региональная комиссия по тарифам, тарифная комиссия, значит, так, ему добавляется аграрный блок. То есть весь аграрный блок, это Министерство сельского хозяйства и продовольствия, это ВЕС-служба, это инспекция по сельхозмашинам, значит, сосредоточиваются в его ведении. Значит, и на должность зампреда руководителя аппарата правительства мной будет представлен Тюмени Алексей Владимирович. Он длительное время проработал заместителем руководителя аппарата правительства, хорошо владеет структурой аппарата, хорошо понимает функционал аппарата, поэтому вот я не принял такое решение. В рамках рассмотрения предложенных кандидатур депутаты смогли задать им и главе региона интересующих вопросы. По итогам обсуждения законодатели одобрили кандидатуры Сергея Самохина, Шукат Ахметова и Алексея Тюменева на вышеуказанные должности. На сцедании правительства Рязанской области губернатор Рязанской области сказал о планировании создания центра закупок в Рязанской области. Началась реализация данного поручения и здесь же планируется и централизовать муниципальные закупки. Поручение выполняется. На сегодня подготовлены все документы, пока крайне придет процесс согласования, с тем, чтобы создать единый центр закупок для органов и центральной исполнительной власти. И я думаю, что в ближайшее время документ будет подписан и также перспективнее предполагается и это казенное учреждение, которое будет создаваться, оно будет также заниматься и закупками для муниципалитетов. Сегодня мы утверждали тех людей, которые имеют очень богатый опыт работы. Вот если Шукат Аблухарович 18 лет работает уже здесь, в Рязанской области. Он знает отличную обстановку в Рязанской области и, я думаю, опыт работы, я думаю, что это достойный такой долг. Ни количество заместителей председателя правительства, ни численность сотрудников от перераспределения полномочий внутри структуры правительства не увеличится. Наоборот, появятся возможности для того, чтобы прежний объем работы выполнялся меньшим составом, но более эффективно и качественно. Закон о банкротстве физлиц, о котором несколько лет говорили кредиторы и должники, вступил в силу 1 октября. Он дал право россиянам объявлять себя банкротами и не платить по счетам, если нет такой возможности. В Рязани на сегодня 141, житель попадает под критерии банкротства. А в судах области сейчас рассматривают 10 заявлений от граждан о признании финансовой несостоятельности. Признать себя банкротом даже при наличии задолженности может не каждый. Во-первых, сумма долга по кредитам, налогам, жилищно-коммунальным услугам должна превышать 500 тысяч рублей. Второе условие – срок задолженности не может быть меньше, чем три месяца. В-третьих, за процедуру банкротства придется заплатить. Кроме того, при подаче заявления гражданин обязан платить государственную пошлину, которая составляет 6 тысяч рублей, и перечислить на депозитный счет арбитражного суда 10 тысяч рублей – это сумма, которая подлежит выплате финансовому управляющему, которая, если выводится процедура, утверждается судом для проведения данной процедуры. Если денег на все не хватит, процедура банкротства будет прекращена. Чтобы стать банкротом, придется потратить и немало времени. Для этого необходимо обратиться в арбитражный суд по месту жительства. Помимо заявления, необходимо предоставить список кредиторов, суммы просрочки, перечень имущества, состояние банковских счетов, ценные бумаги и предметы роскоши. И только проверив, насколько предоставлена информация и соответствует действительности, суд вынесет вердикт. Законом предусмотрены три процедуры, которые вводятся в отношение банкротства физических лиц. Это реструктуризация долга, реализация имущества и мировые соглашения. Предусматривает новый закон и защиту от мошенников. В том случае, если человек намеренно пытается уйти от уплаты долга через процедуру банкротства. Так, в анализируемом периоде направлено на рассмотрение четыре материала по признакам преднамеренного банкротства и по признакам неправомерных действий при банкротстве. По направленным сообщениям возбуждено одно уголовное дело. В отношении остальных должников в настоящее время продолжается проверка правоохранительными органами. Сам гражданин также обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, когда размер его долга составляет не менее чем 500 тысяч рублей. Эта обязанность должна быть исполнена в течение 30 рабочих дней со дня, когда гражданин узнал о данных обстоятельствах. Раньше должнику грозило распродажа имущества и даже выселение из квартиры. А новый закон гарантирует минимальный уровень защиты прав гражданина. Так, например, в имущество, подлежащее распродаже банкрота, теперь не могут попасть единственное жилье, если только оно не взято в ипотеку – предметы домашнего обихода за исключением драгоценностей. Например, признак неплатежеспособности может отвечать, что гражданин прекратил расчеты с кредиторами, размер его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества. Имеется, например, постановление судебного пристава исполнителя о невозможности взыскания в связи с недостаточностью у должника гражданина имущества. Эксперты напоминают тем, кто решил признать себя несостоятельными, что банкрот – это черная метка в кредитной истории. После такой процедуры взять суду, кредит или ипотеку довольно проблематично. Также нельзя быть зарегистрированным в качестве ИП, и в течение трех лет банкрот будет не в праве участвовать в управлении юридическим лицом. Право многодетных семей на бесплатное получение земельного участка закреплено в федеральном законе, который Дмитрий Медведев подписал еще четыре года назад. Согласно документу, родители имеют право использовать надел по своему усмотрению, например, построить жилой дом. А в Рязани несколько многодетных семей не могут начать строительство домов по причине того, что их участки по документам являются местом для свалки мусора. Разбирался с ситуацией Роман Творецков. В Рязанской области выделяют землю многодетным семьям с 1 января 2012 года. За это время была проделана огромная работа по расселению семей. В этом году рязанские власти выделили 28 участков в районе Дягилева. Соответствующее решение было принято на заседание городской думы еще 19 февраля этого года. Однако получение долгожданного участка обернулось для семей новыми проблемами. Когда выделяли участки, участки многодетным семьям под строительство, нам предложили в Дягилево. Потому что по количеству детей мы попадали уже только в группы семей в Дягилево. Сначала мы выбрали, нам объяснили на пальце, куда ехать. Мы приехали, подумали, это одно место сначала. Потом приехали, говорят, ну выбирайте на плане. Показали нам план, но мы примерно подумали, что раз примерно там, где мы были, без сопровождающих, то значит, в общем-то, это то место. Выбрали по соседству два участка. По факту оказалась эта помойка. Из-за свалки, которая растет в геометрической прогрессии, не видно даже колышков, обозначающих местоположение участка. Невооруженным глазом видно, что эта территория никогда не приводилась в порядок. Стоит отметить, что в документах этот сектор значится как мусорная свалка. Местные жители несколько лет подряд оставляют там бытовые отходы, так как в поселке практически отсутствуют контейнеры для мусора. Без спецодежды, без спецобуви пройти по участку невозможно, потому что вы или ухнете в глубокий ров, или наткнетесь непонятно на что, стекло, мусор, проволока, ну и прочее, прочее, прочее. И, в общем-то, собственно говоря, обижаться с Ненковым вокруг никаких приспособлений для мусора проживающих соседей не видно. То, что должен обеспечивать город в любом районе. Кроме свалки, существует ряд других проблем. Дорога к участкам практически отсутствует, а один из них вовсе расположен непосредственно на дороге. Инфраструктура в поселке находится не в лучшем состоянии, а по соседству из ниоткуда выросли цыганские дома. Уже на двух участках для многодетных, которые, как мы знаем, сейчас только распределяются. И на вопрос администрации города, что же с этой проблемой делать, приходят лишь отписки. Пишите отказ, если такие соседи не нравятся. И пока вопросы лишь повисают в воздухе, оставаясь безответными, многодетные семьи вынуждены скитаться из одной съемной квартиры в другую или жить у родственников и ждать свой законный кусок земли. В 2016 году Рязанская область сможет выдать мигрантам 2000 разрешений на временное проживание. Право на проживание иностранного гражданина выдают на три года. Их количество ограничено квотами, которые ежегодно устанавливает правительство страны, опираясь на возможности регионов. При этом есть случаи, когда разрешения могут выдать вне квот. Они прописаны в соответствующем федеральном законе. В текущем году области выделили квоту в 2300 разрешений. Затем это число увеличили до 2400. Отметим, что больше всего квот на 2016 год выделили в Московской области. Она сможет выдать до 8000 разрешений на временное проживание. Сама столица примет 2000 мигрантов. Разрешения на временное проживание иностранного гражданина выдают на три года. Их количество ограничено квотами, которые ежегодно устанавливаются правительством Российской Федерации, опираясь на возможности регионов. При этом есть случаи, когда разрешения могут выдавать вне квот. Они прописаны в соответствующем федеральном законе. Сразу три ДТП с участием детей случилось накануне. В результате четыре ребенка поступили в больницы с травмами. Наталья Новикова подробнее. 3 ноября в 14.15 недалеко от остановки общественного транспорта возле торгового центра «Глобус» произошел наезд на ребенка. Как рассказали полицейские, 24-летний житель Рязанской области, управляя легковым автомобилем ВАЗ-2112, совершил наезд на 13-летнего подростка, который внезапно выбежал из-за стоявшего на остановке автобуса. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний с переломом бедра был доставлен в медицинское учреждение города Рязани. В этот же день, в 18.25, на улице Октябрьская, 26-летний рязанец, управляя автомобилем «Рено Сандера», совершил наезд сразу на двоих детей 12 и 14 лет, прибегавших в проезжую часть слева направо, вне пешеходного перехода. В результате происшествия с травмами различной степени тяжести детей поместили в медицинское учреждение. И еще один наезд на ребенка произошел 4 ноября в 13.10 в Рязани, около дома 63 по улице Татарская. На нерегулируемом пешеходном переходе 23-летняя жительница города, управляя автомобилем «Киа Рио», совершила наезд на 11-летнюю девочку. В результате дорожно-транспортного происшествия пятиклассница с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение. Рязанская ГИБДД настоятельно рекомендует взрослым напомнить детям и подросткам о правилах безопасного поведения на дорогах и личным примером показывать основы дорожной грамотности. А для любителей агрессивной езды в ближайшее время могут ввести суровые штрафы. Поправки в правила дорожного движения разработало Министерство внутренних дел Российской Федерации. Сейчас в документ проходит общественное обсуждение, какое именно вождение принято считать опасным в нашем следующем сюжете. Педаль в пол, игра в шашки. Предсказать следующий маневр не могут, кажется, сами любители агрессивной езды. Большинство аварий, по словам экспертов, происходит именно по вине лихачей. Возможно, вскоре за такой стиль езды водителям придется платить. МВД предлагают дополнить правила дорожного движения понятием «опасное вождение». Согласно проекту, к рискованным маневрам отнесли несоблюдение дистанции, резкое ускорение и торможение, перестроение бесповоротников и препятствование обгону. Словом, все, что может способствовать возникновению аварии или помешать другим автомобилистам. В городе сейчас очень проблематично стало проехать. Подрезают, перестраиваются, не включая поворотные указатели. Не дают проехать, если транспортные средства имеют какое-либо преимущество, что приводит к происшествиям. Пока человек не попадется один раз, два раза, и уже существенно ему тогда по карману ударят, тогда он и будет принимать какое-то решение. За создание аварийной ситуации на дороге предлагают ввести штраф от 500 до 5000 рублей. Ловить опасных водителя планируют так же, как и любители превысить скорость, с помощью камер, фото и видеофиксации. Сами водители инициативу введения наказания чаще всего поддерживают, однако считают, что лишать за это водительского удостоверения не стоит. Потому что подвергают жизнь опасности не только себя, но и других людей. Потому что безопасность – это превыше всего. Вот у меня сзади внуки. Безопасность – это самое важное. Есть, ходят дети маленькие с родителями, правильно? В городе пусть лихачи ездят на трассу, там где-нибудь от города подальше. А в городе, правильно, нужно ехать как положено. Новый термин вводится с оглядкой на зарубежный опыт. В ряде стран определен перечень недопустимых действий, попадающих под термин «опасное вождение». Подрезание при обгоне, резкие маневры, злоупотребление звуковым сигналом. В Германии применяется штраф в 250 евро и лишение прав на три месяца. В Австралии – 5,5 тысяч долларов. В Великобритании и 11 штатах США водители наказывают реальным тюремным сроком. В Японии – с правительными работами. В России необходимость такого термина обсуждается уже три года. В 2013 году идею поддержал премьер Дмитрий Медведев, который в августе этого года поручил разработать необходимую нормативную базу. В нынешнем году, 1 ноября, судебные приставы отмечают не только свой профессиональный праздник, но и знаменательную дату в истории Российского института судебных приставов – 150-летие ведомства. На протяжении многих лет судебные приставы выполняли важную государственную задачу, направленную на развитие и укрепление государственности, обеспечение эффективности правосудия, утверждение норм и принципов справедливости. Самые первые упоминания о судебных приставах присутствуют в судных грамотах Пскова и Новгорода. В те времена так называли должностное лицо, посылаемое для вызова кого-либо на Великокняжеский или Царский суд. Если подумать, изменилось не так уж и много. За тысячами рейдов сотрудников службы судебных приставов стоят людские судьбы и миллиарды, возвращенные в государственную казну из долговых ям злостных неплательщиков. Пожалуй, единственный день в году в свой профессиональный праздник они имеют полное право забыть о должниках, санкциях и указах. Всех, кроме премирующих. Дата памятная – 150-летний юбилей Института представителей законности. Его значимые вехи исторического пути отметили на торжестве. Лучшим приставам вручили награды. На сегодняшний день служба судебных приставов обладает огромным массивом информационных ресурсов, с которых мы получаем информацию, данные о должниках, непосредственно об имущественном положении. В любом отделе, какой ни возьми, случайных людей нет. Каждый пришел в профессию по зову сердца. И поставленная подпись под торжественной клятвой не просто розчерк пера, а выбор призвания. На этом у нас все. Все новости смотрите на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших выходных. Это она. Опять она. Невыносимая, ужасная болезнь, от которой болит полголовы. От нее нет никаких средств. Нет никакого спасения. Именно так Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» описал мучившую Понтия Пилата мигрень. В наше время подобную головную боль испытывают сотни тысяч людей ежедневно. С мигренью можно бороться с помощью магнитотерапии. Множество исследований подтверждают ее результативность. На базе нашего предприятия был создан специальный медицинский прибор, который позволяет проводить сеансы лечения в домашних условиях. Аппарат «Диамак» используется не только для облегчения головных болей. Уже несколько лет его активно применяют в сосудистых центрах страны для лечения различных нарушений мозгового кровообращения. Аппарат рекомендует при хронической ишемии головного мозга и остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Спешите приобрести «Диамак» по специальной цене до 10 ноября в аптеках «Спрей», «Фарма» и «Ригла». Аппарат «Диамак» Аппарат «Диамак» Аппарат «Диамак» Аппарат «Диамак»